Итак, приветствую тебя, мой любознательный друг, особенно тот друг, который насмотрелся прекрасных объединенных видов и который нафантазировал себе, что он сможет купить себе жилье в Сирюсе. Это вблизи Олимпийского парка, потому что бывает, когда вас риелторы заимучивают, заимучивают, такое слово заимучивают, заимучивают по всяким Соболевкам, по Тимирязевым, по Изумрудным и так далее. И когда вы уже в отчаянии, вы попадаете в такой микрорайон, который называется Сириус. И здесь вы понимаете, вот оно, то, что мне подходит. Нормальные подъездные пути, нормальные улицы, все хорошо, прекрасно и замечательно. Открываете Авито и понимаете, все, здесь я себе куплю либо какой-нибудь домик недорогой в пределах 5-8 миллионов рублей, либо так уж и быть, за 3 миллиона куплю себе квартиру. Итак, где же мы с вами находимся? Мы находимся с вами в поселке, который называется Мирный. Но, знаете, Мирный поселок – это полный антоним тому, что здесь происходит. Потому что здесь очень много сносят домов, здесь очень много разобрали домов. Притом все это были у нас со статусом так называемая квартира. С правой стороны за этим проезжаем, здесь тоже был дом, но его сейчас нет. И вот здесь были два дома, тоже его нет. Сейчас вместо этого построили дорогие отдельно стоящие дома. А так здесь тоже был мой квартирный дом, но его снесли. И здесь очень много снесли, потому что эта территория, она сейчас частная. У нее есть собственник, у нее есть хозяин, у нее есть царь, у нее есть господин, в конце концов. И, конечно же, конечно же, здесь, в этом районе очень трудно что-то купить дешево и безопасно. Здесь тоже стал мой квартирный дом. Назывался у нас жилой комплекс «Рубин-2». Его снесли, построили отдельно стоящий дом, разбили его на помещение. Сейчас продают. И вот здесь у нас тоже что-то стояло, и теперь тоже сносят, тоже разбирают. А с левой стороны – это у нас центр гимнастики самый большой. Ну, как бы так, зачем мы сейчас с вами заехали? Да за тем, что мы сейчас с вами немножечко объедем в другой микрорайон, и я покажу, где вы можете купить относительно нормальное, доступное жилье. Потому что здесь большинству из вас даже на парковку, извиняюсь, что там грубо, не хватит. А все почему? Правильно. И тем мы занимались все в той жизни. В той, в той жизни, в той жизни. Даже я зарабатываю очень хорошие деньги по меркам большинства. Ну, я реально зарабатываю хорошие деньги. Во всяком случае, наверное, как бы, грех жаловаться. Даже я не могу сюда залезть. Даже я не могу, даже краем глазом, вот это там, с протестницей. Потому что земля сейчас дорогая, ну, а как бы физически она дорогая, но по кадастру, если посмотрим, она стоит копейки. Вот точно наоборот. Например, в Дагомысе земля в 20 раз стоит дороже по кадастру, чем здесь. Но при этом, при этом в Дагомысе физически земля стоит в 3 раз дешевле, чем здесь. Все почему? Правильно. Потому что здесь идет грандиозная зачистка. Здесь много чего сносит. Землю всю законно отжимает. Здесь строятся школы, здесь строятся новые социальные объекты. Здесь есть у нас институт с правой стороны. Здесь общежитие для институтских, так скажем, для институтских. Ну и, в общем, вот как бы так. Ну, а мы с вами сейчас проедемся, посмотрим, за что же любит у нас Олимпийский парк. Я сегодня для вас снимал парк Южных культур, который находится прямо. И это, наверное, парк Южных культур, единственное зелененькое место в прекрасном вот этом микрорайоне Сириус. Всего остального здесь, ну, мягко говоря, нет. Соответственно, сейчас, как только этот весь поселок перешел в частные руки, соответственно, как только тут появился именно не мэр города, там, не еще что-нибудь, а именно хозяин, собственник этой земли, то, конечно, здесь началось у нас грандиозное строительство. Здесь строятся объекты. Например, многие из вас обращаются ко мне и хотят приобрести себе, ну, к примеру, хотят, к примеру, приобрести себе за 3,5 миллиона рублей небольшую студию, ну, вот в этом районе, да, при этом всем нужна прописка, а здесь все, все, что мы проезжаем, здесь прописки нет, потому что нельзя прописаться на светофоре, я открою вам маленький секрет. И здесь, да, у нас московские застройщики зашли и начинают строить, строить себе то самое прекрасное, о чем можно мечтать. На берегу моря апартаментный комплекс, который можно сдавать, в котором можно жить, в котором можно, если ты взял хороший, грамотный верхний этаж, ты можешь нам дать футбол в чемпионат России. Почему чемпионат России? Потому что больше мы ни с кем не играем, потому что мир отвернулся от нас. Именно походят в свои слухи, что именно за поселка Сириус. Вот как бы так. Ну и теперь что? Давайте теперь попробуем отсюда проехать в те самые бюджетные дома. Сейчас просто я хочу вам показать дом, который самый дешевый в этой локации. Дешевле не придумаешь. Тем более мне прислали сообщение, сказали, с надписью хохолят, селит Макс, рочно продаем. Вот так вот так. Ну что, здесь, конечно же, есть определенные проблемы с парковками, а где их нет. Здесь также спокойно эвакуируют. С левой стороны олимпийские объекты. Это у нас и тот же самый стадион Фишт. Здесь же есть и стадион Шайба, и большой, и маленький, и тому подобное. Здесь же у нас с правой стороны олимпийская набережная. Вот так. Здесь же у нас также олимпийская набережная. И вот здесь строится жилой комплекс, точнее апартаментный комплекс, который называется Монтера. И многие из вас хотят за 3, ну ладно, за 3,5 миллиона рублей купить какую-нибудь студию квадратов 30. Я открою вам маленький секрет. Если вы желаете купить в этой локации, вы можете купить апартаментный комплекс Монтера. И маленькие площади действительно можно купить за 3,5 миллиона рублей. Только это не за апартамент, а за квадратный метр. Многие риэлторы, чтобы не быть обманщиками, они размещают этот сам объект на Авито, где ставят цену, например, 2 миллиона 700, 2 миллиона 900, 3 миллиона 500. И все эти цены действительно есть. Если вы берете большой апартамент, то он будет стоить всего лишь 2 миллиона 750 тысяч рублей. Ну, маленькая корректировка за квадратный метр. За квадратный метр. Поэтому, в принципе, вас немножко вот как бы, ну, обманывают, но не сильно обманывают. Ну, знаете, как бы, не до обман. Ну, такой-то не до обман. Само собой, лично мне здесь эта локация не особо нравится. Я говорю как есть, потому что я люблю кислород, я люблю зелень. Вот если бы здесь было побольше зелени, может быть, мне и зашло бы. Но, учитывая, что это все-таки туристическая зона, здесь как таковых жилых нет. Я прекрасно понимаю, что даже если у меня там был бы ребенок, даже ребенку не с кем было бы играть, потому что здесь приезжают и уезжают. И, в принципе, поэтому на этом я, как бы, такие большие, такие планы амбициозные не строю. В Сириусе, да, есть свой вокзал, который называется Ласточка. Есть автовокзал, есть, соответственно, нормальная развязка. Можно сходить, там, куда-нибудь погулять. Есть частный сектор, безумно дорогой. Есть парк аттракционов, который называется Сочи парк и так далее. Ну и, конечно же, многим заходят. Но, опять же, да, многие, кто приезжает, например, останавливается вот в этом Сочи парке, да, Сочи парк отель, бывший отель Азимут, то почему-то второй раз они сюда приезжать не хотят. На вопрос, почему вы не хотите сюда второй раз приезжать, говорят, что здесь скучно, печально и одиноко, и одиноко, одиноко. Одинокий голубь на карнизе за окном. Ну, может, мне тоже вот бузов поет, все поют, может, мне тоже певцы податься, а? Я буду всем певец-певец. Кому не нравится, прям сразу подоцелить. На, только. Ну и здесь до поры до времени проходила у нас Формула-1. Что такое Формула-1? Да, это королевские горки, которые ушли из-за того, что здесь Сириус перешел в частные руки одного прекрасного гражданина Российской Федерации. Они обиделись на него. И что сделали? Правильно говоришь, мальчишка. Они ушли. Сначала хотели уйти в Санкт-Петербург, а потом все-таки полностью ушли с России. И это печально так, потому что здесь у меня были куплены билеты на Формула-1, которые всегда проходят в период с 25 по 28 сентября. И, конечно же, не получилось попрощаться с Формулой-1. Ну, я здесь два раза на Формула-1 был. Хотя живу, ну, на тот момент прожил уже здесь 6 лет. Вот ибо так. Сочи-парк-отель – это тот самый конкурент, который мешает нормально развивать свой бизнес. Потому что здесь, по большому счету, вы можете остановиться за сущие копейки. У меня недавно прилетали из Омска неделю с перелетом, с трехразовым питанием за 11 тысяч рублей. Прикольно? Прикольно. Здесь мы видим с вами объекты, которые строятся по федеральному Дакон-Вес-14, который называется «Эмеретинские высоты». Почему «Эмеретинские высоты»? Потому что они находятся на высоте. Но к «Эмеретинскому» как бы, к «Эмеретинскому низменности» они никакого отношения не имеют. Потому что эта у нас стройка идет в «Блинова». Ну, как идет? Шла. Немножечко сделали паузу. Ну, знаете, такую паузу сделали. Поняли, что неправильно начали строить. Не согласовали с одним прекрасным человеком. И все. Аминь. А мы с вами сейчас едем в сторону Красного, Красная Поляна. В сторону Новороссийского, что так называемого, ой, Новороссийского. В сторону Нового Краснополянского шоссе. И там мы с вами, что сделаем? Правильно, конечно, мальчишка. Мы поедем и посмотрим те самые интересные домики. Домики, домики, домики. И вы можете по видеом засечь и понять, сколько же, например, с Олимпийского парка, где, если у вас нету 70 миллионов рублей, можно даже и не мечтать о домике на 2,5 сотых земли, за сколько же можно спокойно переехать. Давай, езжай, давай, езжай, 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 езжай. Он взял, спустя 50 лет, он приехал в Казахстан и увидел ту самую свою Toyota, которую он утилизировал, и она оказалась живая, живая. На ней до сих пор еще в России передвигаются. Ну, как бы так, такие плачевные истории бывают. Аплодеваться. Плюс Сириус это то, что близкий аэропорт, близкий железнодорожный вокзал. И, в принципе, без препятствия мы можем поехать еще и на Красную Поляну. Что мы сейчас и делаем. Но мы не на Красную Поляну едем, мы едем с вами немножко в другое место. Мы с вами едем смотреть бюджетный домик. Зачем мы едем его смотреть? Потому что позвонил собственник и сказал, что ему срочно нужны деньги на газификацию. И, конечно же, вот так тоже могут быть. Это Адлер. Вот можно на четырке просто взять и просто через сплошную линию просто взять тебя и резонуть. А все почему? Это Адлер. Здесь права не получают. Здесь права дарят. Здесь учиться на права западло. Понимаете? Ну реально западло. Вот так не может проехать ни один владелец Toyota. Ну, хотя нет. Вот так вот бринь-динь-динь. Он может это делать. Но проехать так хотя в жизни не сможет. Ну что, давайте все-таки попробуем с вами бринь-динь-динь. Давайте все-таки попробуем с вами посмотреть тот самый домик и посмотреть, далеко он находится или близко. Посадули в огороде. Видите, хорошая локация здесь. И вот смотрите, да, нормальная дорога, нормальные подъездные пути. Ну, это Адлер, поэтому здесь на тротуаре стоят автомобили. И без этого. Это же Адлер. Это Адлер, детка. Знаете такое выражение? Это Адлер, детка. И вот здесь, вот в этой локации, прям совсем недалеко, совсем недалеко, вот здесь можно, в принципе, купить у нас довольно-таки интересный домик. Что они делают? Вот здесь, да, можно купить интересный домик. Относительно недорога. И остальное все вокруг здесь дорого. А вот там недорого. Поэтому, ребят, если вдруг кому-то из вас хочется жить, как мы с вами уже посмотрели, в пяти минутах, в шести минутах езды от Олимпийского парка, но у вас нет денег, да, у вас есть только денег, там, 20 миллионов рублей, да, у вас нет почему-то 80 миллионов, то это сюда. Но если у вас и двадцаточки нету, то и здесь вам ловить нечего. Самое интересное, что здесь автобус есть, здесь можно на автобусе все это проехать. Здесь же есть у нас магазины, здесь, в принципе, много чего есть. Остается только огромное ваше желание и иметь хотя бы двадцатку. Минимальная точка входа здесь 20 миллионов рублей. 20 миллионов рублей. От 20 миллионов рублей здесь уже можно что-то рассматривать. И когда я здесь был пять с половиной лет назад, я просто офигевал, думаю, как так думаю, кто в этом днище будет себе что-то покупать. Но сейчас я понимаю, что я много чего видел в прекрасном Сочи. И на самом деле, как бы, это еще не такое днище. Понимаете? И вот есть днище, днище, а это прямо еще нормальное днище. То днище, которое, в принципе, можно покупать, даже нужно покупать. Это то днище, которое, в принципе, незазорно сюда пригласить гостей. И данный микрорайон, он реально сейчас развивается, разрастается. И здесь, в принципе, все очень даже хорошо. Ну, реально хорошо. Все здесь застраивается, все прекрасно, все замечательно. Ну, я все-таки поеду, сниму для вас домики в деревне. Домики в деревне. Ну, конечно, здесь все гостеприимные. Здесь все друг друга знают. Здесь все у нас останавливаются поговорить, но при этом даже не выходят из машины. Из этого здесь образуются небольшие заторчики. Такое тоже есть. Ну, в целом, ребят, здесь прикольно. Конечно, сердце чем-то недовольно. Уже не больно, все прошло, сказал, больно. Какая доля чистой воли на душу населения или затмения помешала воскрешению, рождению нового человека? Душу и небо, сердце, блин, что-то меня там потянуло поэзию. Красивую девушку просто увидел на ниссане. Ну, и, в принципе, сейчас я вот здесь вам покажу один из интересных домиков, который вы сейчас можете купить по акции. Вот так. на самом деле, конечно же, здесь тоже дома контраста, да, вроде кирпичный дом, вроде все хорошо, вроде деревянные окна евро. Ну, блин, ну, почему ты на крыше сэкономишь? Почему на крыше у тебя металлочерепица? Здесь такая жара, блин, мягко говоря, не совсем комфортно вот с такой крышей жить. Поэтому здесь, знаете, иногда, или, например, посмотришь, дом классный, все потрясающе, окна самые дешевые, там, даже когда заходишь снимать тот самый обзор, ты просто офигеваешь, как некомфортно находиться в этом прекрасном домике. Понимаете, ребята? Вот как бы так. А так, конечно, здесь все, кому не лень, наши все стали строители, все строят, на хайпе все пытаются заработать, продать, но не у всех получается. Очень много тех, которые построили, но продать не могут. Нормальную цену ставить не хотят, а за ненормальную цену другие не хотят. А еще покажу те объекты, которые недооцененные, которые цена нормальная, все, но люди смотрят, что у соседей цена два раза дороже, и они, блин, наверное, подвох, что-то не то, брать не буду. Даже, даже, ну что, ребята, давайте все-таки мы с вами заснимем и продолжим небольшие экскурсии. Пока.